всем привет всем привет ждем пока присоединится народ я сегодня буду рассказывать тему очень важно привет девчонки и привет кто присоединяется сразу напишите как меня видно как меня слышно ничего не троит не тормозит не отстает вперед не бежит у меня сегодня очень важная тема на самом деле просто я столкнулась с большим количеством вопросов и недоумений по поводу того чем я последний год вообще что чем я занимаюсь в принципе и что я транслирую через свой инстаграм какой как говорится образ жизни да и вот вообще о чем я рассказываю все нормально отлично если что-то вдруг мне это сообщайте я в чате здесь увижу буду смотреть сегодня я хотел затронуть ему еды в широком смысле слова и рассказать вообще в общем суть в том что я мне 28 лет и я вешу 43 килограмма прекрасно себя чувствую на сегодняшний 43 до этого было 46 я не худею что кто-то ну как бы многие думают что я по выкладываю информацию про марафоны похудения да там пишут мне ты с ума сошла да куда тебе худе да ты энерексию заработаешь нет ребята во первых нет во вторых сейчас расскажу как обстоят дела почему так и мое общее отношение в принципе к еде в общем и отвечу на самый часто задаваемый вопрос на хрена ты ешь еды простите меня за мой французский но многие недоумевают зачем ведь тебе же не нужно худеть у тебя бараний вес и так далее я не зациклена на похудение абсолютно но я очень пекусь за свою форму внешнюю внутреннее содержание за свое здоровье потому что я все-таки хочу здоровое потомство ну в общем сейчас я расскажу как вообще обстоят дела на сегодняшний день в мире вообще в плане еды в частности в российской федерации как обстоят дела немного про америку вам расскажу тоже привяу привяу вот значит смотрите мне уже достаточно много лет и да у меня такой вес и меня он устраивает я для этого не чего такого не делаю я ем нормально я бы даже сказала что я ем приличное количество еды и особо ни в чем не отказываю себе но за последний год мои пищевые привычки поменялись мой взгляд на еду поменялся потому что конечно начинаешь задумываться о тех вещах о которых раньше не задумывался и начинают всплывать разные интересные моменты например вот смотрите вообще на нашу жизнь на наше здоровье на наши ощущения что вообще влияет три три самых главных факторов первый фактор это воздух который мы дышим второй фактор это вода которую мы пьем да и различным образом употребляем внутрь и третье это еда которую мы едим сто раз все много вообще очень много раз слышали что мы то что мы едим я сейчас эту фразу объясню почему это действительно так потому что наш организм это биологическая система состоящая из огромного количества клеток ой что то тут такое так все из огромного количества клеток и чтобы эти клетки то есть там же происходят естественные процессы клетки сначала зарождаются потом развиваются растут растут потом отмирают правильно правильно то есть это естественный процесс и чтобы у нас обновление клеток шло нам нужно питаться то есть еда это неотъемлемая часть нашей жизни мы без нее не можем прожить потому что без этого мы тогда умрем мало того что от голода так еще и нашим клеткам нечем будет питаться мы не сможем восстанавливать ткани различные да и ну по сути это не будет жизни да если у нас не будет питания клеток поэтому та еда которую мы едим это единственное что может питать наши клетки то есть извне извне ничего по сути их питать особо не может ну там чуть-чуть если уж брать рассматривать какие-то крема масла там для кожи но это вот прям очень маленький процент все восстановление клеток происходит за счет того что мы кушаем еду в которой содержатся белки жиры углеводы и они являются составляющими клетками прямым так скажем питанием для наших клеток то есть попадая в желудок все переваривается расщепляется белок там на аминокислоты аминокислоты начинают взаимодействие с клеткой и ее выстраивают я думаю этот процесс в принципе многим понятен вот и вот эти факторы да которые перечислила на самом деле такая хитрая штука потому что вот воздух и вода это те факторы которые качество которых мы можем понять сразу ну то есть мы сразу заметим если воздух загрязненный перед когда заезжаешь например в города с отпуска куда-нибудь откуда-нибудь знаете с алтая ну это у нас тут близко потому поэтому я могу сказать да заезжаешь в город новосибирск и сразу чувствуешь что дышать становится чуточку сложнее потому что огромное белье машин соответственно загрязнение воздуха очень большое если мы берем промышленные города там соответственно загрязнение заводов различных тоже мы сразу это чувствуем то же самое с водой берешь воду в принципе если она как-то загрязнена ты все равно хоть чуть-чуть да почувствуешь то есть в принципе мы это можем почувствовать сразу но есть такая проблема которая на самом деле стоит на сегодняшний день очень остро это то что мы к сожалению не можем сразу же на первый же можно сказать взгляд определить насколько качественная еда которую мы едим потому что это такой продукт ну в широком смысле слова который очень сложный из состоящий из множества элементов до которые могут маскировать какие-то моменты ну то есть я думаю вы знаете да и заметили последнее время что очень много различных фастфудов да то есть всяких таких кафе быстрого питания все быстрее быстрее уровень жизни скорость жизни увеличивается и человек не может просто выделять достаточное количество времени до чтобы полноценные приемы пищи делать и так далее то есть многие пользуются услугами всех этих кафешек вот этих фастфудов и так далее как говорится спрос рождают предложение да и на самом деле если так вот посмотреть да какая еда в этих кафешках она как правило очень вкусная давайте не будем до кривить душой я не буду там сейчас говорить о там святой водой окроплять и вы что это никогда не ела фастфуд я очень даже любила ну до последнего года конечно и я не хочу там ничего сказать что типа все там вообще за под запретом и так далее да конечно можно но во всем должна быть мера почему я как бы против фастфуда в принципе да и такого вот формате именно разных макдональдсов я не хочу никого обидеть да и там против конкретных фастфудов говорить да я имею ввиду формата вот гамбургеры какие-то шаверма и вот это вот все потому что к сожалению это еда она не вне очень можно легко замаскировать за счет специй различных усилителей вкуса и добавок вредные вещества ну собственно что и делают наши производители это у многие знают что такой эксперимент который был проведен что по моему как раз макдональдс макдональдсовскими гамбургами раз два три гамбургерами то что по моему женщина капель мужчине уже не помню кто проводил эксперимент да врать не буду что взяли гамбургер положили его в стол и он там лежал больше месяца с ним ничего не произошло кстати знаете почему потому что зачастую это консерванты и это транжиры которые не портятся поэтому собственно она еще генномодифицированный продукт и вообще сегодня хотела рассказать им чтобы вас иллюзий не было да по поводу того что типа да я не ем фастфудах типа да чё такого да все вообще у меня классно и я ем только здоровую еду и но я тем не менее там болею и так далее ну у меня сразу вопрос а почему почему вот так происходит да почему кто-то извините жирный я говорит хорошо так питаюсь у меня все классно ну может быть что-то ты делаешь не так и хочу вот как раз многие мифы до развеять по поводу того что ну я вот ем там на утром и ем там хлопья с молоком ну это же полезная еда ну только это еда которая содержит много углеводов лишних углеводов причем быстрых это отдельная даже тема на самом деле для эфира я сейчас не хочу разводить прям а очень очень много рассказов по поводу там какие бывают углеводы есть вот быстрые медленные да быстрые это которые усваиваться быстро быстро дает насыщение но они к сожалению самые вредные потому что они как раз и могут привести к ожирению также многие продукты да вроде сказал бы ну что такое гамбургер да гамбургер это булочка это там мясная котлета вроде бы что такого да все вроде бы как натуральная лист салата там да ну вот смотрите при производстве булочки используются транс жиры то есть это дешевая маргарин короче маргарин понимаете это вот очень вредная штука потому что как вообще что такое транс жиры это жиры которые сильно обработаны водородом и они очень быстро застывают и в общем то их структура меняется поэтому они подвергаются так скажем мутации в общем они очень сильно отравляют наш организм тоже можете загуглить кстати стеарин что такое и как это влияет на организм человека также многие продукты фастфуда содержат различные ну как я сказала транс жиры вредный холестерин собственно который тоже накапливается может бляшки образовать и так далее про консерванты я сказала консерванты причем искусственные я уже молчу там сахар соль да понятно это в принципе консерванты но еще и искусственные консерванты разные бензоаты и так далее они имеют свойство накапливаться в организме а значит например многие овощи фрукты да сказал бы тоже но там же вот помидоры есть там даже есть вот огурцы для их выращивания часто да если вы вообще ну просто не смотрите где вы беретесь вы не вы не выращиваете у себя на даче огурцы например да или помидоры и берете их на рынке или в магазине то я спешу вас немножко расстроить то что вероятнее всего для того чтобы они выросли быстрее используются нитраты особенно если это говорить о зимнем сезоне когда извините у нас снег везде в сибири лежит и я думаю вы понимаете что конечно же везут сюда еще не дозревшие обработанные нитратами которые дозревают уже у нас сибири соответственно нитраты ну как бы сказал что такого да они получаются когда мы кушаем с нитратами например овощи или фрукты они преобразуются в нитриты нашем организме очень сильно тоже отравляют можете тоже загуглить я сейчас не буду рассказывать прям подробную лекцию да я хочу просто до вас донести что не все так сладко и круто как вот в рекламе все там натуральное но ребят давайте правде глаза смотреть мы живем в мире которая ориентирована на продажу и на производство то есть пищевая промышленность это не вам фермерство там 200 лет назад я вас серьезно хочу сейчас на землю опустить это промышленность промышленность направлена на что на то чтобы вырастить неважно это овощи фрукты или это мясо вырастить быстрее сделать это дешевле и быстрее это продать понятно поэтому используются различные гормоны роста используются различные нитраты чтобы это все быстрее быстрее донести до покупателя чтобы ему продать то есть в пищевую промышленность подключается очень бурно химическое почему еще например те же гамбургер ну скажите но это же мясо это же говядина это живот коробки наши там простите вегетарианцы сейчас будет страшный всякий ладно не будет про мясо да которая на в тех же бургер используется я не знаю слышали вы или нет но это мясо оно уже в котлетах но обрабатывается аммиаком если кто не знал и ну я вот об этом давно слышала но я не знала вообще чё к чему зачем объясняю когда вот эта промышленность наша пищевая она вышла на такой серьезный уровень когда надо просто производить очень много чтобы продать потому что количество людей на планете так как бы увеличивается да всем нужно кушать а им нужно заработать денежку поэтому они стремятся скорее продать что они делают они начинают снижать себестоимость как ну чтобы конечно больше заработать самим и начинают кормить скот не травой ну то есть коровок наших не травка кормит а кукурузой потому что он дешевле и сейчас не знаю знаете нет кукурузная промышленность просто например в той же америке это огромный просто по площадям эти поля это это что-то невероятно что у них кукурузный сироп используется практически в каждом продукте который в магазине есть ну ладно это просто у меня был шок когда я об этом узнала вот и в общем когда корову кормят кукурузой они травой как надо у нее начинают по-другому работать полностью желудочно-кишечный тракт и у нее меняется ферментная система у коровы начинают появляться такие ферменты которые в общем также у нее начинает появляться ну как бы везде она есть то есть у человека есть кишечная палочка в кишечнике да только есть защитные функции иммунитета до которые ее подавляют вот но у коровок изменилась ферментная система и появилась появился новый вид кишечной палочки которая в принципе вот если раньше можно было кислотами да как-то воздействовать и все ее не будет а сейчас все новая кишечная палочка которая резистентна ко всему кроме аммиака отсюда ноги честно я не хочу аммиачные котлеты кушать и извините конечно ну это ужасно а также вот смотрите много еды которая подается в таких всяких закусочных да и кафешечках она естественно зачастую сильно усиленно сделано более вкусно за счет усилителей вкуса думаю многие сейчас уже все уже мне кажется знают глутамат натрия уже но его аналоги да там несколько две три штуки еще добавляются типа без глутамата но там еще другие производные и вы знаете что я не хочу сейчас демонизировать глутамат натрия да бог с ним да он конечно накапливается в организме ну это не смертельно знаете что смертельно что глутаматом натрия можно замаскировать в еде вообще все что угодно все что угодно можно подошву блин резиновую пожарить и съесть глутаматом натрия будет вкусно вот так работает пищевая промышленность это ну понимаете это не все не все нам сейчас вот это вот транслирует ну что многие вот кто смотрит телевизор тут либо вообще об этом то есть заминает эту тему либо они начинают пугать народ через телевизор но они не говорят что делать то с этим и я конечно вас призываю не ходить такие заведения ну это вот вообще просто вашего здоровья я свой выбор сделала и я последний раз не так давно была в киевси вы знаете я до этого два года не было и тут в общем то у меня была был очень тяжелый день когда я как раз про колонию рассказывала и мы с фотографом диман привет больше смотреть мы пошли в киевси я такая ну ладно мне в принципе батончик чуть-чуть поела думаю что нибудь хотя бы какой-нибудь кусочек курицы ради интереса даже два года не ела киевси вообще ничего ну попробую и в общем то я не испытал никакого удовольствия как-то ровно съела там два кусочка и на этом успокоилась и очень этому рада и я хотела на самом деле что еще сказать это вот те вредные вещи да которые содержат наша еда к сожалению современная потому что сейчас все работает больше на продажу и если мы уже будем говорить как производственники да я вам как человек который в принципе понимаешь такое производство я сама ну немножко в легкой промышленности работала да на производственном нема она и в микробиологии и химическая промышленность это и напитки пищевая промышленность это и начинки кондитерские в общем соки и все такое в принципе в общем то я понимаю о чем речь идет да как устроен это производство но настроен на то чтобы больше продать и снизить себестоимость и когда мы говорим о чистым экологическом продукте если мы сами лично его не выращиваем и ничем не обрабатываем на экологически чистой территории далекая от города где-то вообще там не знаю в лесу где не ступала нога человека но это вообще во первых далеко от реальности во-вторых как это везти сюда в третьих ну на самом деле можно тоже что это очень круто замаскировать и если уж и делать такой экологический продукт то он будет стоить в разы дороже и просто на современном рынке такие фермеры они к сожалению не могут выдержать вот эту конкуренцию да не могут вот в этом рынке удержаться потому что это очень дорого и и сейчас вот например сибири очень тяжело да потому что у нас цены московский а зарплаты в десятки раз меньше и нам как бы приходится как-то экономить многим людям в сибири потому что здесь жить и работать и функционировать реально тяжело как бы я вам сейчас вот по-честному говорю да то есть здесь очень нелегко и многие люди не готовы тратить большие деньги на экологически чистые продукты вот прям на сто процентов которые действительно стоят дорого вот и вы знаете для меня его для меня есть выход из этой ситуации я вам сейчас серьезно говорю то что я никого не призываю отказываться полностью от еды я не не пропагандирую запрет фастфудов ради бога это выбор каждого но я могу свой опыт просто рассказать потому что это для меня на самом деле тема стала очень серьезной и я я действительно об этом задумалась знаете в какой момент я поняла что это все действительно работает да что функциональное питание тот же energy диет и в принципе отказ от лишних сахаров которые содержатся во многих продуктах которые мы покупаем супермаркетов я просто поняла что буквально два года назад у меня вот знаете вот такое ощущение как будто у меня был разум просто затуманен я вот просто когда смотрела фильм сахар например я вспомнила себя два года назад когда я просто сидела плотно на газировке я вот газировочный маньяк это я приветики я просто обожаю газировку но я уже полтора года не пью и очень редко очень там раз не знаю полгода может что-то выпиваю там ну или глоток а вот раньше я прям плотно вот в семнадцатом году я могу сказать что я все лето я выпивала по полтора литра байкала в день я вам скажу я ходила как как чумная какая-то у меня меня всю в меня всю вот колбасила мне было прям плохо потом раз вроде выпила взбодрилась взбодрилась прям а все ноги то растут потому что это же сахар и вообще еда и сахар это самые большие наркотики на сегодняшний день да кристина правда я вот просто реально вспомнила я спала по два часа и я ходила вот я например утром в на бодрике прихожу на работу такая вся хэй 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 выпила байкала такая тышь тышь проходит три часа все я просто я меня врубает я не могу ни ходить не двигаться вообще не соображаю ничего и я просто сейчас понимаю откуда ноги растут и думаю господи слава богу что я кристина тебя встретила вообще прям я так рада на самом деле сейчас перейду ближе к плюсам которые я нашла для себя в energy диет почему я его пью это не волшебная таблетка для похудения это миф похудение точнее коррекция веса это побочный эффект от приема energy диет особенно если у вас есть проблемы с избыточным весом даже я свои сорок там шесть килограмм когда весила даже у меня скорректировался вес хотя я не отказывал себе виде и вообще не припога не пропагандирую отказ от нормальной еды вы можете ходить фастфуд если вам хочется я просто не буду вы можете есть там супер какой-то рафинированную еду пожалуйста пить газировку пожалуйста я для себя выбор сделала и сейчас я скажу дальше что вообще к чему это все привело да и я не стала заменять приемы пищи ну я редко заменяю на energy диет приемы пищи я чаще дополняю у меня в принципе очень быстрый метаболизм да я к счастью не успела его испортить даже на высокоуглеводной говорится диетик который которую я невольно сама себе устроила да и я вот дополняю то есть я не отказалась от еды я не заменяю один прием пищи редко это вот на завтрак но как правило я например смешиваю с гранолой energy диет и ем еще например бутерброд или еще что то то есть у меня очень плотный завтрак что вообще почему я призываю совместить еду и energy диет это что призываю вы может это как бы ваш выбор но это вот я про свой рассказываю да объясняю людям которые недоумевают зачем мне это надо потому что это полноценный заем полноценная замена пищи вот да это действительно может заменить прием пищи особенно если у вас есть избыточный вес и это сбалансирование питание это математически выверенный продукт серьезно говорю я я слишком замороченный человек слишком большой скептик я до всего докапываюсь и если бы я увидела что это какая-то фуфляндия да как вот тут мы недавно смеялись над одной бинарной пирамидой в которой типа есть продукт который просто представляет какое-то непонятное капсульное питание типа клеточная где же 20 грамм белка которые нужны в день вопрос вопрос вот очень посмеялись мы от души но что по плюсам energy диет для себя да и вообще для вас рассказать energy содержит 18 аминокислот всего существует 21 это я не знаю многие не знают вообще что такое аминокислоты да что есть незаменимые аминокислоты это ну вот у нас клетки они состоят из белка я думаю все знают белок состоит из аминокислот из-за того что наши клетки были здоровыми росли развивались нужны аминокислоты так вот energy диет обладает практически идеальным аминокислотным профилем то есть там содержится 18 аминокислот из 21 незаменимых которые мы не можем ни откуда взять кроме как из пищи да и вообще кроме как то что попадает к нам через пищу мы никак не можем на клетки воздействия что еще содержит поленасыщенные жирные кислоты но омега-3 все слышали кстати я пост скоро выложу про омега-3 прям вот такие факты от ученых британских ну в общем почитайте я нарыла это вот вообще зачем нужны поленасыщенные жирные кислоты кто не знает наша кожа например я например на кожу приведу все-таки у меня бьюти-блог и я о коже много пишу кожа состоит из корниоцитов то есть из белковых короче из белка и корниоциты это такие как бы кирпичики из которых кожа состоит да клеточки наши вот эти вот а между клеточками есть межклеточное вещество знаете что это такое липиды а липиды это что такое это жиры так вот поленасыщенные жирные кислоты это те жиры которыми с помощью которых вот это вот межклеточная жидкость она и в общем-то обновляется но если простым грубым языком говорить да поэтому они нам очень нужны и кстати страдаем от нехватка именно омега-3 6 и 9 6 у нас вот так 6 и 9 препятствует усвоению омега-3 поэтому никогда не берите комплекс вот если витаминки да есть омега-3 6 и 9 это маркетинг на вас хотят навариться внимание внимание на вас хотят навариться потому что 6 и 9 они препятствуют усвоению 3 которые нам так необходимо ладно не будут уже эту тему много развивать то что там информации вот так вот боюсь вас перегрузить что еще 12 витаминов минералов ну это вообще отдельная тема я думаю тоже все понимают что без витаминов клетка наша не может развиваться нормально без минералов также то есть они все влияют принципе на то что происходит у нас внутри клетчатка еды содержит клетчатку да причем клетчатка способствует усвоению белка нормальном усвоении они так как вы купили дешевый протеин атлант выпили и простите он у вас вышел через кишечник просто этот весь белок как зашел так и вышел здесь так не работает здесь все усваивается как надо потому что есть клетчатка вот и кстати в протеине который производит компания нель тоже есть клетчатка поэтому он усваивается гораздо лучше чем ваши не буду короче говорить какие а то скажете чё рекламирую что-то я просто рассказываю ну и различные добавки там различные антиоксидантные комплексы пчелиное маточное молочко почитайте в гугле очень классная штука между прочим чего нет в энерджи диет лишних углей то есть углеводов нет потому что там нет сахара кстати кто не знал энерджи диет не содержит сахар он содержит много чего углеводов там мало но они там тоже есть потому что углеводы они необходимы нам для того чтобы у нас была энергия вот и также тоже для наших клеток это все жизненно необходимо нет сахара потому что во первых блин это очень сложная тема на самом деле очень долго если начну про сахар это короче мне не остановить будет поэтому ребят я вам рекомендую фильм сахар посмотреть я просто была в диком восторге от него я думала что это будет из серии что-то не ешьте ничего сладкого там нет просто это очень крутой эксперимент живой эксперимент парня над своим организмом который сел на высокосахарную диету сейчас сейчас я вам скажу сколько он ложек сколько по ложкам сахара он ел 40 чайных ложек сахара в день ну то есть продукты которые он ел они содержали такое количество сахара и вообще многие продукты которые в нас магазинах продаются да которые именно производства пищевой промышленности они содержат скрытые сахара вот так же и как и весь фастфуд макдачка и вот это вот все потому что они на самом деле уже раньше скрывали свою калорийность потому что там страшные цифры вы просто представьте что один прием пищи в макдональдсе это по моему бургер это картошка фри стандартная это 0 4 кока-колы и какой-то там вишневый пирожок 2500 калорий на минуточку для меня для моего организма ну вот я просто считала калорий не так давно да просто ради интереса я не замороченная на этой теме серьезно я посчитала я более полутора тысяч в день вообще не могу съесть вот вообще а тут 2500 за один раз кстати замечали когда он поешь в какой-нибудь фастфудной фигне вот ты поел вроде бы вроде сытый потом проходит полчаса ты круче спать хочешь а знаете чуть такое а это вот сахар вскаканул и у вас все организм короче офигевает у него начинается типа защитной реакции на эту тему а потом вы кстати опять есть хотите потому что это быстро углеводы они быстро воздействуют на мозг и получать удовольствие получаете типа сытость энергию но ненадолго и все это можно получить из более натуральных продуктов в том числе если вы будете свой рацион привычный да ну хотя как кому когда кто-то там пельмени с майонезом каждый день ест и и ничего и если вы просто введете energy диет в таком случае то вряд ли поможет серьезно надо полностью пересмотреть но как минимум начать с одного раза в день и сами посмотрите что с вами произойдет могу рассказать что со мной произошло я меня пропала тяга к сладкому то есть раньше я могла вот взять петку шоколада да там конец альпенгольд молочный какой-нибудь и съесть за один присест ну просто вот есть 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 сейчас я съедаю максимум три дольки ну и то я шоколад то есть меня нет такого что я вот а пойти быстрее шоколадку взять нет хотя раньше я каждый день мне хотелось чего-то сладкого какого-то шоколада чего-то ну невероятное просто было аж до трясучки серьезно сейчас вообще я просто я себя чувствую так кайфово потому что мне нет вот этой вот зависимости я про свободу ощутила серьезно мне хочется овощей до в кои-то веке мне блин я свеклу любить начала свеклу ей просто в свекла и сейчас вот мама надо сварить свеклу хочу салаз и хочу там еще кого-нибудь винегретик ну свеклу конечно лучше выращенную у себя на даче это максимально безвредно будет в современных реалиях у нас к счастью есть дача и мы как бы стараемся мы единственно что на даче сейчас не выращиваем картофель потому что это невыгодно мы его столько не едим у меня у отца сахарный диабет к сожалению к сожалению я об энергии диет узнал слишком поздно и иначе я бы все таки ну и вообще тема питания мне слишком поздно захватила я бы к сожалению вот не успела предотвратить поэтому для меня сейчас эта тема она максимально острая понимаете потому что у отца диабет у бабушки был диабет и она очень мучилась с этим и на самом деле проблема диабета это одна из самых на сегодняшний день серьезных проблем вообще в принципе переизбыток сахара в рационе он как раз и вызывает метаболические заболевания то есть это диабет 2 типа это сердечно-сосудистые заболевания это за страшные вещи потому что вообще в принципе даже ну и ожирение ожирение тоже очень страшная вещь потому что как говорят ученые одна из как бы у ожирения получается что она приводит к заболеваниям и внезапной внезапной непонятной смерти то есть без причин это вот вот люди с избыточным весом за страшно на самом деле и люди с избыточным весом к сожалению тоже находятся в группе риска в плане развития сахарного диабета да все потому что то количество углеводов до сахаров которая попадает в кровь она настолько огромна что организм просто не справляется начинается инсулиновая резистентность то есть не хватает инсулина чтобы полностью переработать этот поступающий сахар начинается ожирение печени может привести к циррозу и сразу поджелудочная тоже страдает ну в общем то все эти вещи очень связаны и сразу могу сказать что это с этим надо бороться и я с этим буду бороться дальше и не позволю как говорится потом со своим родным попасть в группу риск а про углеводы сказала лишь не да холестерина не содержит энергетии Sexual битваred консервантов не содержит не содержит потому что блин это порошок ребят давайте смотреть правильно глаза вот и мешать и химии это плохо но боже у божья о боже это порошок всхой молоко блин спокойно все употребляют яки смеси спокойно все употребляют никто не говорит «О боже, это порошок, мы все умрем». Ребят, давайте вот серьезно. Порошок – это сухая среда. Во-первых, очень просто смешать разные ингредиенты в виде порошка. Ну, ладно, фиг с ним. Самое крутое, что в нем нет влаги, а значит, болезнетворные бактерии, они не будут развиваться в нем. Соответственно, он может храниться долго. Значит, в нем нет консервантов. Кстати, искусственных, которые накапливаются в организме, как я говорила. Ну, усилители вкуса тоже говорила. Нет всяких глутаматов. Ну, он там, в принципе, в основном соленую пищу добавляется. Больше еды, все-таки сладкие вкусы. Ну, соленый тоже есть, но там нет глутамата натрия, можете поверить. Сейчас не буду трясти там коробками и доказывать пену рта, показывать составы и сертификаты, все сами найдете в интернете. Поверьте мне, ну, было бы глупо как-то вот так пытаться обмануть людей, хотя люди обманываются на рекламу. А здесь пытаешься, как бы, рассказать правду и какой-то дать действительно хороший для здоровья продукт. Ну, лучше я вот пойду там и в Макдаке поем. Ну, хорошо, хорошо. Также в НРЖД нет красителей, не используются генномодифицированные продукты. Елена, у меня не новые очки, нет. Зовут меня София, все написано в шапке профиля, можете прочитать. Вот. И, в общем-то, я вот так вот хотела до вас донести свой опыт. Почему вообще, как вообще, что, как я питаюсь, почему так питаюсь, какие у меня взгляды на эту тему. Я убеждена, что тема здоровья, здорового питания и красоты, это все взаимосвязано. Я уже миллион раз вам об этом говорила, поэтому решила этот эфир провести. Ну, и, конечно, тема лишнего веса. Для меня она, лично для меня она не актуальна, потому что мне повезло, я свой метаболизм не успела снизить, хотя питалась, конечно, ужасно во многом. Ну, все изменилось сейчас, и качество моей жизни улучшилось. Вот это я хотела вам сегодня рассказать. Если какие-то есть вопросы, и, может быть, что-то непонятно было из того, что я рассказывала, можете мне задать вопрос, пока я здесь, еще минуток пять с вами поболтаем, и будем завершать. Информации много, я считаю, нужно переварить. Если еще какая-то тема или что-то из того, что я затрагивала сегодня, интересно, я могу немного развить, поэтому вы мне пишите, либо сейчас в комментариях, либо потом пишите в личку. Спасибо, девочки, как еда влияет на вес. Ну, вообще, Energy Diet корректирует вес. Ну, то есть, когда мы начинаем вводить, в принципе, хотя бы один прием Energy Diet в день, да, помимо обычной еды, как я говорила, идеально сочетается, да, потому что все-таки вредное воздействие, как-никак, от обычной еды оно есть. К сожалению, мы не в суперэкологичном мире живем, да, и плюс производственники, конечно, нас во многом обманывают. Вот. И мы значительно снижаем воздействие негативных факторов за счет Energy Diet, потому что сбалансировано все содержание по всем вот витаминам и минералам, которые я сказала. То есть, это где-то 25% от суточной нормы. Как минимум на 25-30% у нас воздействие вот этих вредных веществ становится меньше. Соответственно, у нас снижается тяга к сладкому, да, у нас нормализуются процессы, нормализуется работа ЖКТ, и, соответственно, организм, если у него есть какой-то избыточный вес, или где-то отложение жира, да, или какие-то вот, например, локальные проблемы, типа живота, например, да, то эти проблемы могут уйти. То есть, вес может скорректироваться, может скорректироваться объем, а вес, например, остаться прежним. Потому что жир, он вообще легче мышц, да, и во многом говорят, вот я, например, пошла на тренировки и поправилась. Ну, что у тебя мышечная масса возросла, потому что мышцы, они тяжелее. А если ты сбрасываешь жир, по килограммам это может быть не сильно видно, но может быть сильно видно по объему. Поэтому здесь именно на вес может влиять так. Либо ты немножко скинешь, да, если у тебя есть проблема, избыточный вес, либо ты можешь слегка набрать. Все зависит от того, что нужно организму. И когда организм все-таки попадет вот в этот баланс, да, когда снизится воздействие именно вредных факторов, которые из еды и воды и прочего, да, тогда организм как бы сам, он определит, что ему нужно. То есть мы с помощью Energy Diet даем организму возможность самому решить проблемы, которые в нем есть. По крайней мере, начать их решать, да. То есть говорить, что это волшебный порошок от всех болезней, я не могу, потому что это неправда. Вот. Ну, помочь во многом он может. Мне он помог, и многим моим знакомым он помог. Вот поэтому я его и пью. И поэтому вот у меня сейчас такое отношение ко всей этой теме, к теме питания. Отношусь к этому серьезно. Мои привычки пищевые изменились. И я, конечно, буду рада, если этот эфир будет вам полезен в общем и целом. И если кто-то хочет о чем-то спросить или что-то мне написать, пишите в личку, поговорим, обсудим. Если я чем-то могу помочь, я с радостью вам помогу. Ну, я так понимаю, вопросов нету больше, да. Ну, я тогда буду завершать эфир. Рада была всех видеть. Соскучилась очень по эфирам. Скоро со своего второго аккаунта, ну, в ближайшие дни стараюсь провести эфир, по которым расскажу, как вообще у меня проходила работа в Жангинской колонии, с театром понедельника выходной. И вообще, в принципе, о последней неделе, которая у меня была, что было интересного, потому что очень много каких-то таких открытий, инсайтов, очень интересных мыслей. Я это очень долго все переваривала. И, в общем, я с вами поделюсь. Поболтаем просто на какую-нибудь отдаленную тему. Не про красоту, а может и про красоту. Там уж как пойдет. Ну что, ребят, давайте тогда всем счастливо, всем здорового питания. Хватит жрать майонез. Ладно, шучу, не пейте газировку. Ладно, всем счастливо, всех обняла. Пока-пока.